Бух, есть убил, убил классно. Башу убить. Убернулся в выбор. Правильно, выбернулась. Слава, отожди честно, мы играем без гранат. А у меня гранатомёт есть. А у меня автомат. Бери зарядку. Ребята, успокойтесь. Вы вообще выучили стих Бородино? Вообще от него сдавать надо. Какое Бородино? У тебя литературы немало. Ботан, хватит трындец. Все, ты убит. Денис, какое Бородино? Сегодня нет литературы. Отчитать надо. Заметы сегодня. Есть литература. Блин, а я же не учил этот стих. Ну и какое Бородино? Я с вашими военушками голос потел. Вы подходите, а я себе отмашку придумал. Все. Все, я тоже не придумал. У меня ангина. Я вообще разговариваю к нему. Я тоже болею. Ребята, давайте подпишем, чтобы все болеют. Дрюсик, ты же не против? Да, конечно, я согласна. Подпишите, это моя отмазка. Куда вы все на нее накинут? Да, Зима успокоит. Бородино никому не нужна. То есть, поэтому мы постоянно целый урок сегодня молчим. И ни слова не от кого. Так у меня на самом деле горло болит. А я не ем как рыба. Пацаны, смотрите, всем не пагагат. Ладно одному-двум, но всем нет. Ничего страшного, скажем, вирус по классу ходит. Скажем, скажем. Все хорошо. Добрый день, дети. Что такая тишина в классе? Какие вы у меня стали воспитаны? Садитесь на место. На этой тетради. Тело сегодняшнего урока. Бородино. Я надеюсь, стих выучили всех. Вот видишь, подалось, чуть ли не спалию. Итак, кто у нас сегодня в дежурной классе? Кто отсутствует? Паша, а что такое? Что случилось? Ты что, разговаривать не можешь? Заболел? Ну садись до конца урока посиди, а потом нет пункт. И лечиться надо. Так, за Анечку я знаю. Анечка попросила сегодня остаться дома. А вот где Лера, как всегда, прогуливает. Ну ладно, я ее потом спрошу. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. И сейчас, Дениска, мы начнем с тебя с первого куплета. Давай, приходи, начинай рассказывать. Денис, я ничего не слышу. Можешь рассказывать громче? Ну, с Пашенькой рядом сидишь. Наверное, Пашеньку мне и заразил. Садись на место. Тоже медпункт после урока. Да, Лена, выходи давай ты к доске. Ладно. Влад. Все понятно мне. Общешкольный вирус. И вообще классный, наверное. Итак, ребята, сидим, значит, тихонько, не двигаемся, никуда не выходим. Я за Ампулой Николаевной. Вот видишь, Тимон, а ты говорил, что не получится. Мы Ампулу не боимся. Ага, смотрите, сейчас она придет, посмотрит наше горло, оно ни у кого не красное. Так, если что, притворяемся до последнего. А если она щекотать будет, я щекотки боюсь. Ты дурак или что? Чего она тебе щекотать будет? Ботан, не спали никого. Устараюсь. Ампулу Николаевна. Николаевна. Вы понимаете, у всех, у всех у всего класса пропал голос. Ну как, как такое может быть? Я боюсь, что я тоже его могу потерять. Ну, знаете, а контрольное у вас случается сегодня не должно быть или самостоятельной работы? Ну, у нас сегодня стих на память. Ну, сейчас посмотрим. У меня как раз для этого всегда есть хорошее лекарство. Антибрун, правда, говорит. И голосопроявитель. Сейчас послушаем наши готанки. Заходи, поглушенька, тебя вылечим. Сейчас посмотрим, что у тебя с горлом. А ну, открывай рот, шире, 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 язык. Гланды нормальные, миндалины тоже, язык тоже в норме. Сейчас мы тебя подлечим. Антибрун, то, что надо. Открывай рот. Господи, господи, закрываться надо. Учили? Ну, Пашенька, ну, потерпи, потерпи чуть-чуть. Ампулу Николаевна тебя вылечит. Я же знаю, что ты выучил стих. Садись на место, закрывайся, когда кашаешь. Культуры вообще никакой. Давай, следующий рядом, сосед. Скорее, скорее. Присветите меня, а то мне плохо видно. Рот. Гланд, открывай. Ты что, маленький? Давай, давай. О, шире, язык желтоватый, но гланды норма. Все хорошо. Тоже врунишка, не бойся. Побрызаем. Давай, открывай. Это что ж получается? У них не красное горло. Ну, вы же видите сами. То, что я ей говорила, этим болеют многие. Прям классами подряд. Контрольные, семинары, зачеты. Это все я знаю уже из своей практики. Да не, 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 у меня дети хорошие, этим были стих хорошие. Конечно нет, все мне так говорят. Давайте проверим всех. Я думаю, все-таки, что Павлушенька с Владом действительно заболели, да? Денис, выходи, пожалуйста, сюда. Давай, Дениска. Сейчас посмотрим твое горло, что. Это ж надо, все заболели. Открывай, открывай. Казычок. Ага. Ну, горло хорошее. Как голос? Есть? А? А сейчас будем антиврунчик прыгать. Не бойся. А что, проявляется? Проявляется уже лучше, лучше. А я знаю еще один действенный способ новой Валентины Ивановны. Последние разработки. Вот так сейчас. О, ты классный, очень жаль, начинает поярться. Как я вам помогаю? Помогай, помогай. Посиди пару минут и начнешь разговаривать. А сейчас мне все заговорят. Сиди, сиди с Дариночкой. С опытом. Выходи, Дарина, быстрее. У нас полуру уже прошло с вашим горлом. Скорее, скорее, скорее. У меня еще много дел, еще много дел. Вся школа вот таких, как вы умники. Открывай его. Язычок, Дариночка. Как я и говорила, видите, нету никаких, ни пляшечек, ничего. Правда, как-то страшно. Да, да. Страхно. Давай, открывай. Антибрунчик. Оп, оп. И что? И что? А ну попробуй сказать, Валентина Ивановна. Да. Нет? Что не помогает. Долбаю. Садись на место. Давайте, может, пусть подействует еще, да? Ну, подействует, сейчас подействует. Димочка, выходи. Еще один, тот, первый парт. Дима, Алексей. Посмотрите, мне можно на Олимпиады ехать, на соревнования. Он заболел. Надо вылечить. Я все эти Олимпиады, я это знаю. Открывай. Открывай. Открывай рот. Шире, шире, Дима. Ой-ой-ой. Ну, ничего. Джейк будет. Красное горло? Нет. Нет. Нет, у вас все абсолютно, я думаю, здоровы. Но у меня есть хорошее лекарство. Ордиврун. На раз прочищать любые или осложнение. Давай, ротик. Открывай ротик. Ну, господи. Я не знаю. А булочку будешь? А что такое? Видите, точно больные от булочек остальные. Садись, Дима, на место. А что ж теперь делать? Валентина Ивановна. Очень распространенная болезнь. В рунишке у нас тут, я смотрю, сейчас полечим. Пандемия их, понятно. Будете булочку, нервы полечить. Я вот сама недавно купила новое лето, читала, очень помогает. Булочная дина. Буду. Так что же делать? Что делать? Нам надо стихи проверять. Ну что, будем говорить правду? Или весь мой арсенал используем? У меня есть волосы проявлен. Сейчас посмотрим. Не сдаюсь, а может быть и правда пальцы. Но сейчас у меня есть спиртное средство. Сейчас спиртовочкой вас будем лечить. Горький перец. Остров будет горячо. Открывай ротик. Открывай, волосочек должен проявляться. Да, выкидешь. Давайте. Сейчас посмотрю, у герои. Давайте, вы же пацаны. Что рот? Давай, давай быстрее. Мне некогда. Оп. Следуйте. Да прям там. По печет немножко перчиком. Связочки проявятся. Так, девочка. Давай. Открывай широко. Давай, герой. Открывай рот. Давай. Оп. Вкусненько. Сейчас вы у меня все быстренько на чистую воду выйдете. Все, все, я не могу. Я просто стих не выучил. Ты на рот. О, Алентина Ивановна. Смотри. И голоски-то проявились. А я вам что говорила? По поводу не готова, ваши детки. И это все об этом мороз. Я могу разговаривать, не зря лекарств помогло мне. Улыбнись. Тет, мы решили притвориться, потому что мы не выучили стих. Мы не выучили, потому что мы не знали, что сегодня будет замена. Потому что уже и не кашля. Валентина Ивановна, ну что я вам говорила? Ну полные прунишки. Я таких болезней знаю. У меня знаете, сколько таких классов болеющих? А сколько способов? Так, работай. Только отвлекайте меня. Ребята, ну могли бы и пропускать. Ах, хорошо. Ну заметь, если что. Продолжение следует.